Добрый день! Это очередная передача из Тулис-студио, Атланта в штате Джорджия. Передача вначале предусмотрена для русскоговорящей Америки, но, как показали события, аудитория и география стала намного больше. Получил я сообщение даже из Новой Зеландии от бывшего жителя Тбилиси, который очень интересуется теми вопросами, которые освещаются в наших передачах. Есть сообщения определенные из России, само собой из Грузии, Украины. Так что, дабы ответить на все эти вопросы, я как бы их разделил на три основных категории. Это вопросы, связанные с российско-грузийскими отношениями. Очень много этих вопросов. Мое представление, интересуется моим мнением о том, каково будущее Грузии на ближайшие годы. И именно мое мнение о власти предыдущей, то есть Саакашвили и о власти нынешней, которую относят к Иванишвили. То есть нынешняя власть, предыдущая власть. Для того, чтобы постараться ответить на все эти вопросы, я бы хотел, в общем-то, вначале высказать свое мнение и показать свою субъективную позицию в отношении российско-грузинских отношений. Меня причисляют к очень радикальному. Считают, что мои взгляды, они чуть ли не на уровне фашистского. Такое бы, например, заявляли представители России при нашей общей встрече. И я, например, не отрицаю, что я борюсь за все грузинское и считаю, что грузинское должно быть превыше всего остального. Это мой лозунг. Я его не стесняюсь. И поэтому мое видение будет вот таким субъективным. Кому нравится, пусть имеет это вид. Кому не нравится, тоже пусть имеет это вид. Так вот, в отношении российско-грузинских отношений никакие отношения не могут быть со страной, которая в течение трех веков при любых властях, царская, коммунистическая, демократическая, какая хотите, всегда унижала Грузию, старалась поработить ее по-всякому. И поэтому я лично считаю, что с Россией отношений в Грузии не должно быть никаких. Это просто сосед, с которым можно общаться и только. Никаких общих проектов, никакого дружелюбного тона. И во всяких разговорах, что это братские народы, я до этого передачи вовнял, что такое критерий братского народа. Для меня такого не существует. Здесь для меня существует дружественный народ. Российский народ, я подчеркиваю, не только власть, но и народ в большинстве своем. Не проявляли и не проявляли в данный момент дружеского отношения. От того, что появляются какие-то несколько личностей, и их наберется до сотни, может, максимум. Это не говорит о 150 миллионном населении, которое не может на духу переваливать наличие Грузии, как отдельного государства. Грузинских политиков, которые заявляют о том, что они хотят быть независимыми от России. Начинают вспоминать в 2008 год, и как это, мол, грузины наших миротворцев убили, что является просто-напросто ложью самой настоящей. И под этим соусом выступают люди, которые на сегодняшний день представляют демократический лагерь России. Что говорится уже об ура-патриотах и трюкерах. Вот те самые демократы сегодня в России оппозиционером номер один, в общем-то, считаются и выводятся на арену Ники Навального. Который в 2008 году говорил, что нужно ковровым бомбометаниям по Тбилиси решить проблему с Грузией. Если такие люди представляют демократический лагерь, можно себе представить, что представляют другие. И поэтому на выборах, побеждая человек типа Путина, человек ненавистный для Грузии, должен быть, по сути дела. Но, тем не менее, очень многие почему-то считают, что как-то вот они именно найдут возможность с ним договориться. В отношении того, как можно с Россией договориться, недавно Бурджионадзе в эфире сказала, что есть две возможности. Первая, отказаться от Абхазии и Южной Осетии, и тогда принимать тебя в НАТО, и, в общем-то, решается вопрос с Россией. Извиняюсь, это не решение проблемы. Но почему-то никто не хочет подумать о том, что просто-напросто с Россией не надо заигрывать. То, что в данный момент некий Кукава в течение двух лет добивался, ездил к этому онищеньку, который является официально санитарным врачом в России, или в ученике, на самом деле он почему-то взял на себя функции чем-то заместителя иностранных дел. Его заявление о том, что когда хочет, он что-то отменит, что-то разрешит, чтобы поступало на российский рынок. Его отношение к лаборатории. Оказывается, чуму в Россию занесли, сильную чуму занесли именно из Грузии, свиньи, перебежавшие на российскую территорию. Но это какой-то анекдот получается. А эти свиньи были заражены в специальной лаборатории в Грузии. И сейчас Россия, глицианищика, ставит вопрос ни больше, ни меньше, что для продолжения нормальных отношений с Грузией, и для того, чтобы предоставить рынок России для грузинских вин, буржоми и для продукции, нужно закрыть эту лабораторию. Это такое вмешательство во внутренние дела Грузии, что я не представляю, на какую дружбу с такой страной рассчитывают некоторые политические действия, и как они собираются урегулировать этот вопрос. Поэтому, мое мнение, географически Россия находится рядом, но это тот сосед, который в течение многовековой совместной соседской жизни приносила Грузии только беду. И с ней нужно просто сосуществовать, считая, что вот она есть, но ни в коем случае не заигрывать и не стремиться как-то навести с ней какие-то контакты для решения вопросов. А то, что решение вопроса Абхазии и Южной Осетии придется когда-то решать, ну придется. Но надеяться, что это Россия будет помогать в этом, в мое мнение, этого не стоит ожидать. Сейчас поступило из России такое маленькое сообщение, что в общем-то, почему-то Бурджионадзе взяла, опять-таки упомянула, что Путин заявил, что решение проблемы этой, это зависит от абхазского народа, юго-осетинского и грузинского. Мол, они сами, Россия будет не против. Да нет, против Россия. Она всегда будет разыгрывать эту карту. И на сегодняшний день, что бы вы ни говорили, на границе Абхазии и Грузии и остальной стоят российские пограничники. И на границе так называемой Южной Осетии и остальной Грузии стоят российские пограничники. То бишь, эта территория является, как они считают, российской уже. И российские пограничники охраняют эту российскую территорию. Вот можно только рассуждать с таким образом. Все остальные рассуждения для меня неприемлемы. И, соответственно, с ними бороться, исходя из этих позиций. Они считают, что, оказывается, нужно задобрить этого дядюшку и так далее. Второй вопрос. Всем известно, что за личность Путина. Ну, если не всем, мне, например, я лично имею особое отношение к этой личности. Я знаю, что это человек, который для достижения своей цели готов пойти на все. И вот у него злейший враг, его лично, это Саакашвили. И если ему удалось бы заполучить Саакашвили для того, чтобы над ним вести суд в России. Вот ради этого он вам отдаст и Абхазию, и Южную Осетию. Но неужели в Грузии кто-то пойдет на то, чтобы выдать своего гражданина, нравится он вам или нет. Это не важно. Только для того, чтобы угодить Путину, а он пойдет на такую историю. Вот в моем мнении он пойдет. Дайте ему, вот он пообещал какую-то гадость сказанную, потому что это любой человек, президент, дипломат и так далее, не должен говорить. Он в свое время скабрался Саакашвили, что он собирается с ним делать. Вот выдайте ему, пожертвуйте этой личностью, и он пойдет на это. И вторая возможность соглашения. Здесь уже был задуман такой хитрый план. Как-то в Казани, где-то полгода назад, проводилась какая-то конференция, и был задан один из вопросов журналистами, не знаю специально уже подготовленный или нет, в отношении того, что такое суверенитет и так далее и тому подобное. И в отношении вообще евразийского пространства, о котором много говорит Россия, и которое старается воспроизвести бывший Советский Союз под эгидой евразийского пространства. Им было отвечено следующее, что почему-то сразу он перешел. С Казани, с Татарстана, почему-то перешел. Что вот раньше были губернии. И Грузия, например, не была Грузия, а была губерния. И вот здесь проглядывается вот такой план, который был в российской прессе случайно, но озвучен кое-какими политологами. Что если евразийское пространство? Возникает снова губерния. А тогда, как Грузия под тем старым границем была губерния, то в нее войдут и Абхазия, и Южная Осетия. Лицо сохраняет Россия, она не отказывается от своего признания Абхазии и Южной Осетии. Грузия же всегда добивалась, чтобы у нее была единая территория, и Абхазия и Южная Осетия входили. Но что при этом нет самой Грузии, а это называется Тифлисской губернией, Путин ясно сказал. Вот на таких условиях вам дают возможность, пожалуйста, считайте Абхазов и Южных Осетий в Грузии. При несуществующей Грузии называем Тифлисской губернией и входящей в евразийское пространство. Вот такие расходы, господа. И вот при таких раскладах есть люди в Грузии, которые как-то считают возможным обещать, что они наведут какие-то восты и решат отношения с Россией. На предвыборных парламентских выступлениях со стороны коалиции Ивановича только и было слышно. Дайте только прийти нам к власти, мы с Россией установим нормальные отношения. Прошло уже до больше девяти месяцев. Что-то не видно этого рожденного ребенка в лице в виде отношений с Россией и Россией урегулированной. Поступление грузинских вин и всего остального на российский рынок это не урегулированные отношения. Потому что в любой момент тот же самый Анищенко сказал, что вдруг там что-то обнаружили. Это одно. А второе это то, что какой-нибудь завод будет выпускать где-то в Ставрополь или где-то в другом месте какой-то грузинские вины фальсифицированные. И будут говорить, что это поступление грузинских вин из Грузии вот такого-такого качества. И вы ничего не до качества. Вот так обстоят дела в грузинско-российских отношениях. Поэтому я считаю, что с ними ничего общего иметь нельзя. А бороться надо за НАТО. И тихо-тихо как каким-то образом находить возможность укреплять свою армию. Ментально люди, чтобы мечтали о том, чтобы это было бы сильное государство, а не находилось на изживении у России. Не бояться того, что американцы нам помогают. Потому что в этой почве сейчас очень много антиамериканских настроений возникло. Не знаю почему. Оказывается, это не тот путь. А какой же свой путь для Грузии? Совершенно изолированной быть? Со своим интеллектом только? Ну не получается в 21 веке. И не получалось никогда. Маленькая страна всегда находилась где-то под влиянием какой-то большой страны. Но для меня выбор между большой страной Америки и большой страной Россией, безусловно, в сторону Америки. А для кого-то почему-то это Россия. Второй вопрос. Это касался и будущего Грузии, о чем я сейчас говорил, и российско-грузинских отношений. И третье, это мое мнение о власти Саакашвили, предыдущей, и о теперешней власти Иванишвили. Я никогда не был таким ярым сторонником именно на сдвижении для Саакашвили, чтобы говорить, что они абсолютно во всем правы. Очень много было ошибок, и это больше, чем нужно. Знают они сами, заявляют об этом. Но какая-то патологическая ненависть ко всему национальному движению к геолидерам, она доходит до абсурда. Доходит до абсурда, что если что-то построено при Саакашвили, то это обязательно должно быть разрушено. Или должно быть приостановлено любая стройка. Неужели этого можно добиться в стране, в которой нет абсолютно лишних денег на то, чтобы что-то новое еще строить, а это брать и оставить на то, чтобы оно в те же время бы разрушило полностью любое строение. Что происходит с президентским дворцом? Решили, что новый президент туда не въедет. Какова судьба этого здания? Никто конкретно ничего не предлагает. Приостановленные стройки никто конкретно ничего не предлагает. Демагогия общая. От обещаний практически ничего не осталось. Были обещаны пенсии высокие, нет этих высоких пенсий. Были обещаны другие какие-то определенные гарантии социальной защиты. Нет этого. Эта новая социальная программа, она абсолютно не та, о которой раньше говорили. Те, кто буквально в полном смысле кричали о том, что только пусть придет грузинская мечта к власти и в каждой деревне по 5 миллионов долларов раздадут. Где эта Кетидо Лидзе, которая ходила? Кадры есть, господа, кадры. Я могу просто-напросто взять и выложить эти кадры, где она говорила эти слова. Что-то не слышно сейчас, и Кетидо Лидзе не слышно, не видно этих обещаний. Куда делись другие трубодоры, куда делись другие люди, которые кричали об этом? В свое время нужно было, в предвыборной ситуации появился, я помню, по Америке он очень здесь много мутил воду. Некий Сигмо по фамилии, такой молодой мужчина в очках, который за выступление президента Саркашеве следил. Кто-то поедет в один улице, он ему задает вопросы именно кавизные там. По-всякому устраивал перед посольством Грузии в Вашингтоне, устраивал какой-то митинг и так далее и тому подобное. Вдруг исчез этот Сигмо, кто-нибудь может сказать, где он сейчас? Зато появилась новая личность. Ираклик Акабаза, который является гражданом Америки, здесь работал, он все знает, сейчас он выступает. Он говорит о том, что не стоит делать и не стоит поддерживать и вообще, что из себя представлять, что это кровавый режим, предыдущий режим и как с ним нужно бороться. Пройдет время, может, и он тоже так, вдруг куда-то исчезнет. Прошло время, появилась где-то личность некого Бендуказа, человека-садиста, который работал тюремщиком в тюрьме, который записывал пытки, сам в них участвовал. Это заявление людей, которые подверглись этим бюджетам. Но ввиду того, что он потом имел отношение к тому, что эти записи всплыли наружу, он сегодня, а с определенной частью населения группы, развивается как национальный герой, ни больше, ни меньше. Это вполне серьезно заявлялось для некоторых политических ток-шоу. И я не удивлюсь, если до комедийной, до анекдотичного какого-то дойдет сценария, что завтра-послезавтра найдутся люди, которые выставят Бендуказа кандидатам в президенты Грузии. Такое тоже может произойти. Хотя человек имел эти кадры, вовсю заявлялись всеми, что там происходят пытки каждый день, тем не менее, эти кадры в течение года держались именно для того, чтобы перед выборами их выложить и так показать публике, и тем самым подействовать на выбор избирателей. Событием, которые были в 2019 году, 1 октября, то есть выборы парламентские, в которых победила грузинская мечта. Что это такое? Это конъюнктуры ради можно вот такие вещи творить. Люди, знаете, в течение года продолжали людей пытать, все, но надо было выбирать выборы, и поэтому взяли, придержали бы это. Но самое главное, после этого нашлись люди, которые нашли возможность в виде генерального прокурора взять, каким-то образом узаконить, там многое, как юристы говорят, нарушение. То, что он со следствием заключил, соответственно, договоренность, и поэтому с него сняты всякие обвинения, он сейчас свободная личность, он еще расхаживает, он еще заявляет где-то, как он молодец, и а есть люди, которые полностью его поддерживают. Вот такие дела на сегодня в Грузии. О том, что из себя представляет, и сколько ошибок было у предыдущей власти, это можно говорить во многих передачах. Еще больше уже ошибок, я считаю, за эти несколько месяцев сделала новая власть, но здесь опасно даже другое. Эти ошибки этой новой власти, ее демогоги, ничего не идет в сравнении с той опасностью, которая уже Грузии дала себя знать. В виде амнистированных уголовников, выпущенных из тюрем, которые создают свои уже какие-то собрания, свои силы, и действуют независимо от того, кто во власти Иванишвили сегодня что заявит в отношении них. В свое время, насколько известно, даже министр МВД правительства Иванишвили был против того, чтобы была такая амнистия абсолютно всех уголовников. А где-то добивались, сейчас гордятся тем, что 14 тысяч выпущены и так далее, и тому подобное. А это Сигма. В один из дней, во дворце спорта, они собрались, организаторами были некоторые личности, и та самая упомянутая раньше в моих передачах, некая Нана Какавадзе. Очень хорошо воспользовалась этой ситуацией претендентка на пост президента Нинобул Джанадзе, которая там появилась. Там же мы увидели личности, такие как Тенгизский Тувани, как Автандил Маргияни. Извините, все эти силы собрались воедино, и они пойдут одним фронтом наступления уже не на предыдущую только власть, это под эгидой борьбы с предыдущей властью, но и на эту новую власть. И вот тут Иванович Вилья, как человек, абсолютно не понимающий, это мое мнение, дипломатии и все, потому что и политики, но человек, знающий в жизни, что и как нужно делать, он почувствовал вот эту опасность. И в данной ситуации вполне нормально, что он, в общем-то, находит возможность как-то заводить диалог с национальным движением, с новым национальным движением, о котором само национальное движение на выступлениях на Браме заявляет, и хочет это привести к нормальной какой-то парламентской борьбе, а не к борьбе на улице. А что такое борьба на улице? Это было показано событиями 19 мая. С событием 19 мая предшествовали события 17 мая, когда определенная группа представителей сексуальных меньшинств изъявила желание выступить со своей какой-то акцией. Если лично меня спросить, я тоже считаю, что не было в этом необходимости, это мое личное отношение, но то, что возникло в ответ на эту акцию, это было что-то дикое. Это темные силы, которые собрались в лице в основном уголовников, но там находились и политики, там не находились представители церкви. В полном смысле преследовали физически. И если бы не полиция, которая как-то отстояла те несчастные несколько десятков людей, то их буквально, можно было бы, судя по данным, считать, их бы разорвали на части. И это происходило в центре города, это происходило как бы в ответ на то, чтобы была бы показана ситуация, кто является в городе силой, которая собирается наводить порядок и каким образом. Почему-то решили, что национальное движение к этим выступлениям этих десятков людей из радиационно-сексуальной ориентации имеет отношение. Прямо обвинялось в этом, что оказывается Гиги Буркерия, он является человеком, который организовал эту акцию. Вот, как бы против национального движения выставились эти темные силы. Потом появился слух, что оказывается и эти темные силы выставили имени национального и опять-таки тоже имени национального. В общем, все это похоже на очень и очень плохой сценарий, который разобрался. Но на самом деле за всеми стоят определенные силы. Когда тоже Каха Кукалу вовсю доказывал, он был на акции людей, которые преследовали вот эти несколько десятков человек, и доказывал, что для Грузии это невыносимо и невозможно, чтобы такое творилось в Елисе, он, видно, забыл, что в 21 веке, хотим мы этого или не хотим, я еще раз почувствовал свое отношение к этому, очень-очень отрицательное. Но ни от меня, ни от Кукава, ни от кого зависит. Есть в мире такие тенденции. Если ты хочешь в 21 веке общаться со всеми в мире, то нужно учитывать и эту часть людей, а не устраивать какой-то средневековый, в полном смысле этого слова. И вот здесь, в коалиции грузинская мечта, та партия, которой я всегда относился с определенным уважением, несмотря на то, что там некоторой личности мне прямо не нравится, но тем не менее сама партия республиканская у меня всегда заслужила большое уважение. Вот республиканская партия во главе с ее председателем, она, в общем-то, выразила свое отношение ко всему этому. И тут попали они на язык вот этого представителя Кукава, который отныне и потом в последующие все месяцы во всех вещах винит республиканскую партию, которая, оказывается, в коалиции грузинская мечта проводит свою политику, и она творит такие вещи, которые нельзя допустить. Я вернусь к этой персоне, а именно Кукава. Я вернусь к тому, во чем обвиняется республиканская партия представителем Кукава и ему подобного. Но до этого я бы хотел вспомнить, как события хронологически развивались. 17 мая вот такая потасовка в городе. 19 мая собираются во дворце спорта, по-моему, вот эти силы, это народное собрание, где прямо заявляется, что это новая сила. Она очень хорошо под себя подвиняет всех остальных, умеющая, а она очень не знающая в этом деле, космажа бурджа нации. И как бы уже готовая сила, которая борется и со старой властью, и под видом борьбы со старой властью, на ведение справедливости, она и говорит, что предъявляет претензии новой власти. Именно власть Иванишвили объединяет ее в том, что она ничего не делает для того, чтобы привести свои предвыборные обещания, привести в исполнение. За этим следует арест Вану Миравишвили, человека, кандидата от партии, от национального движения на президентских поездках. После появляются видеозаписи, пыток, уже новые видеозаписи, пыток, которые обнаружили эти видеозаписи в каких-то складах, которые обнаружили, начиная с Западной Грузии, потом в других регионах Грузии. И что самое интересное, значит, эти склады, как казалось бы, с оружием, это первое. Хотя, если военно-специалисты Бобон, маломатские, посмотрят показанные на кадрах оружие, то можно найти очень много несоответствий, когда патроны не подходят к тому, из чего они должны быть в основном. В общем, очень много несоответствий там. Но давайте просто рассмотрим эту ситуацию. Саакашвили заявил, что в свое время для партизанской борьбы были установлены вот такие подземные хранилища. Аласания до выборов еще говорила о том, что специально бандитов готовят, которые готовят их Буача Ахалая и другие, для того, чтобы они выступали против новой власти, которая власти Ивановича видела. Мы предположим, это так. Но тогда они оправдывали это тем, что и наркотики там оказались. Ну что это, конечно, бандиты, оружие для бандитов, ну а раз бандиты, то и наркотики нормальные. Это не для военных целей, это для бандитов. Ну тогда объясните, по какой это логике вот эти бандиты должны были взять, собрать кассеты, как они, как выясняется, до 17 тысяч записей из личной жизни людей в Грузии, известных, парламентарных. Записи с пытками, которые осуществлялись в тюрьму, и держать вот в этом же схвате. Так в одном из них еще обнаружилась интересная вещь. Одним из заместителей, может быть, я не прав, не заместитель, но одним из людей, которых обвиняют в этих пытках и во всем, некий Милиса Кардава, находится его личный дневник, который он вел чеплен со школьной скамьи. И далее уже психологи начинают обсуждать по этому дневнику, что за личность должна быть в этом скамьи. Ну это такой обсужд. Спрашивается, для чего это находится там. Если касается оружия, согласен. Если наркотиков и то соглашусь, что это бандиты, наркотики, но какой из них будут держать там, во-первых, кассеты, для того, чтобы иметь компромат, переписываться все на CD-плее, на CD-кассеты, CD-кассеты пересылаются куда-нибудь за границу, и там человек ждет просто, соответственно, какого-то сигнала, что в такой-то момент выпусти их, пожалуйста, на YouTube, и тем самым компромат будет известно. До чего же вот так закручивать, держать эти кассеты, чтобы известно. Это полнейший обсужд. Тем не менее, это играет, приносит своих ладжей. Снова люди, которые увидели эти кадры, начинают возмущаться тем, что творило предыдущее правительство, что это движение, которое вообще не имеет права ни на что, до существования безусловно. И вот эта утка, выпущенная очень хорошо, была впущена в нужный момент, выпущена в нужный момент. Это то, что касается записи. Но в отношении записи еще одна интересная вещь. Сперва МВД собирает послов и показывает эти записи. В тот же день, ввиду того, что в предыдущих передачах я выступал, и очень это многим из представителей России не понравилось, меня пригласили в соседний штат, есть такой штат Южная Каролина. И там была организована встреча с представителями России, где просто-напросто обсуждали вот вопросы, поднятые в моих передачах. По приезде туда, напоминаю, это было в тот же день, когда дипломатам показали эти записи. Уже на следующий день показывали их журналистам. То есть за несколько часов до показа этих записей журналистам мне предложили просмотреть эти записи. Представители России сказали, что они видели эти записи и для доказательства того, что каком был режим, который как будто я защищаю, они мне предложили посмотреть. Еще раз подчеркну, они предлагали мне просмотреть это. Я их не видел, потому что с самого начала я считал, что это именно потасовка. Это самое настоящее, значит, акция, которая проведена таким образом. Какие-то съемки, каких-то этих, но почему они находятся в складах, непонятно. То есть я не отрицаю того, что были эти записи, может быть, но почему они в складах находятся. Тем не менее, мне было предложено их просмотреть. Исходя из этого, я делаю вывод, что на самом деле, наверное, эти представители России, они существовали, и, наверное, они их видели. Следовательно, информация, а самое главное, уже переписанные кассеты были на руках у представителей России. Причем это люди, которые просто-напросто являются телезрителями. И вот они меня пригласили на личную встречу выразить свое мнение, и вот так мы пообщались. И в это время, на следующий день только, показывают журналистам, там тоже происходит определенный скандал, так как какая-то часть представителей общественных организаций и некоторых компаний с самого начала покинула помещение, заявив, что не видит смысла смотреть эти записи, какая-то осталась. И тут возникает еще одно. Есть в парламенте представитель большинства, он, руководитель большинства, некий Давид Саганенович, и он возмущенно говорит о том, что это что-то дикое, как можно вот такие люди такое творили. То есть, он признается, что он видел вот эти записи сами. Что все время выясняется, что оказывается, как заветом ВД, видела только комиссия, состоящая из шести человек. Было предложено дипломатам, и никто другой пока еще в груди, видеть эти записи не может. Вот как происходят такие вещи, что перед тем, как в парламенте решили показать эти записи, представитель большинства уже оказывается их видеть. С этими записями происходит то же самое, что было, соответственно, сделано в 2019 году, в сентябре месяце. Когда ради того, чтобы как-то определенную часть населения перенести на свою сторону, всплывают вот такие факты. И тут, допустим, через неделю еще какие-то тысячи таких записей, и ведется, ведется вот этот абсурд, не имеющий ни начало, ни конца. Тут появляется еще одна персона, о которой бы я хотел поговорить, госпожа Елена Теодорадзе, которую я лично знаю, я помню, как она очень честно относилась к своим обязанностям, как она, женщина, бесстрашная абсолютно, во время абхазских событий нашла возможность встретиться с бывшими своими учениками. Она сама преподаватель была в школе, и тогда в школе учились представители, дети, по-моему, второго секретаря Барцисса. Вот она с ними встречалась на каком-то регулярном... В общем, женщина всей своей жизнью за последние 20 лет показавшая очень большое бесстрашие. Она была защитницей, несмотря на политические взгляды. Она защищала звездистов, она защищала многих других. Поэтому Топов всегда считал, что это буквально святой человек. Но вдруг этот святой человек заявляет, что оказывается в свое время она была очень удивлена, что количество заключенных в тюрьмах выросло до 17 тысяч человек. На что ей тогда, мол, Булгерия, сказал, что нужно, чтобы было 24 тысячи, тогда нам Запад выделил деньги для строительства новых тюрьм. Госпожа Елена, я удивляюсь, неужели вы, такой бесстрашный человек, могли заявить это сейчас, когда вам был задан вопрос, а почему вы раньше об этом, в свое же время, когда Булгерия вам это говорил, не сказали, вы заявили, что тогда боялись. Да, но тогда после перехода новой власти с 1 октября 2000 года, почему вы это не заявляли, а заявляете буквально сейчас, когда уже лето 2013 года. То есть это тоже подведено как-то к президентским бонкам и предвыборной кампании. Что же происходит с людьми, в которых я всегда не сомневался и считал, что вот это правда люди, которые полностью себя дают. И мне, извините, госпожа Елена, что я вам это говорю, это просто стыдно. Стыдно за такое поведение. Если это было на самом деле, то вам нужно было так даже сказать. Если этого не было на самом деле, то это, извиняюсь, называется просто враньем. А если это было бы боялись, то тогда с 1 октября нам нужно было заявить, не опасаясь за членов своей семьи. Но не сейчас. И говоря о том, что за этим уже тянется другой член. Это получается Буркерия и другие специально людей сажали в тюрьму, чтобы довести в число до 24 тысяч, дабы привлечь какие-то инвестиции в строительство тюрьмы. Надо же иметь совесть, чтобы обвинять людей в этом, что только является башень, а на основном заявлении больше ничем. Следующее. Свободная зона была организована, такая организация появилась. И они выступили против того, чтобы на матч ветеранов Двилисского Динамо и Московского Динамо приехал депутат Госдумы, который оказался в Двилиси, его хорошо принимали. Это тот самый депутат, который в свое время в Абхазии воевал, безусловно, на противоположной стороне. Это тот самый депутат в той самой Госдуме, который единогласно принял решение в отношении того, что в 2008 году был геноцид осетинского народа. И этого депутата здесь встречались с подчистями. И вот была организация общественная, которая выступила против. Ее члены поарестовали и штраф им получили, кажется, тысячу варь. В то время как люди, которые творят беззаконие, это представители вот этих уголовников и другие, если арестовываются, то потом именовался штраф в 100 лами. Вот так обстоит дело на сегодня. Если есть одинаковые правила, я говорю, то есть нарушение общественного порядка, то должна быть одинаковая цена штрафа и в одном, и в другом случае. Но все прощается к лучшим уголовникам, так как 100 лари это чисто символический штраф. А вот здесь молодежи, которые вышли просто с плакатами, на которых было написано, что Крузия, это и Азия, и Южная Осетия, их плакаты рвут, влет представители полиции, а их еще штрафовывают. В отношении расклада и в отношении того, какие политические силы претендуют сейчас в этой политической конкурсе. Я бы хотел заметить до этого еще одну вещь. В это лето произошел перенос границы, в некоторых на 300 метров, в некоторых на полкилометра, в сторону Грузии и остальной. То есть расширены владения, так называемые, российские, то бишь, нужны осетинские или наоборот, как хотите, считайте, поставлены там загрожения в виде сетки колючей и всего остального. И какова была реакция правительства Иванишвили. Кроме разговоров пустых о том, что как это можно и так далее, дымарших в полном смысле ни от Министерства иностранных дел, ни от самого Иванишвили, ни тем более от Министра по реинтеграции некого Патриза, а лишь время, ни от Министерства и ничего такого не было. Жесткой ноты, жесткого заявления. Поднятие этого вопроса и выносить его вон. Ничего-то подобного. А Зураб Абашиза, которому тоже задался этот вопрос, перед его встречей с Карасьем, представителем России, он сказал, что это форматом не предусмотрено. Но у них есть другие форматные вопросы, которые требуются обсуждать. Да, в дипломатии может принято именно такая традиция, что есть какие-то вопросы и за пределы этих вопросов не выходят. Но, извините, эта ситуация уже выходящая за всякие рамки. Когда просто-напросто сегодня перейдем на 300 метров, завтра еще больше. Это ситуация не тех договоренностей, которые было до этого о том, что должны представители Иванишвили в лице Абашиза Зураба и Карасьева в лице Российской Гори, должны встречаться и обсуждаться какие-то общегуманитарные проблемы. Это другая ситуация, когда надо бить буквально в колокола и кричать о том, что происходит. Что если тогда в 2008 году танки не дошли до Тбилиси, то сейчас они постепенно собираются вот так, отодвигая границу, уже поработиться другим. Нет, нет соответствующей реакции. Зато есть реакция на выступление национального движения на Праймерис, когда она по городам ездит и выступает перед своими сторонниками. Полностью позволительно для темных сил уколовников и тех, кто ими руководит, выступать с акциями, во время которых забрасываются представители национального движения камнями, бутылками. Так дело происходит в Зубзиде, в Батуми. Какая реакция? Опять-таки люди штрафуются на 100 ладий и этим все ограничено. И вот тут возникает, по-моему мнению, такой расклад. Есть Минобуржианадзе, которая будет руководить вот всей этой коалицией уголовников, бывших партийных деятелей, тенгиз-гитовани. Вся вот эта часть населения, недовольная той властью, и на основании этого она хочет въехать, занять президентское кресло. Есть Соломя Зурадюшвили, которая уже своими заявлениями четко отмежевалась, казалось бы, от грузинской мечты, так как ставила вопрос, что они предъявляют ей какие-то претензии с ее гражданством, они не реальны. И есть третья сила, это сам Марк Милашвили Георги, который является представителем грузинской мечты. Но не знаю, надеяться на то, что он победит в первом туре по договоренности или как-то, можно считать, что это так и произойдет. Потому что все-таки административный ресурс сыграет свою роль. Такова ситуация, и такой видится политическая ситуация в Грузии в преддверии.